Правильно сортировать мусор и бережно относиться к окружающей среде щелковские школьники учатся с самых юных лет. Ребята принимают участие в различных экологических акциях. В апреле учащиеся всех девятых классов образовательных учреждений округа прослушали лекцию о программе вторичной переработки отходов «Мегабак», а затем прошли тестирование. Подобные экологические уроки, организованные Министерством ЖКХ Московской области, региональным оператором по обращению с ТКО «Хартия» и Ассоциацией общественного контроля в сфере твердых коммунальных отходов, проходили по всей территории Подмосковья. В Щелкове к ЭКО-уроку присоединились порядка тысяч девятиклассников. Те ребята, кто быстрее и лучше всех дал ответы на поставленные вопросы, получили свои сертификаты. Формат очень интересный. Сначала лекция, потом, как говорится, тестирование шло. Это очень важно. Ну, основная цель – это, конечно же, популяризация раздельного сбора отходов, рассказать подрастающему поколению о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться и с которыми приходится, как говорится, справляться. В Щелкове определили трех победителей ЭКО-урока. Из тысяч человек они оказались самыми внимательными. Смогли запомнить, как работают современные предприятия по переработке отходов, дали ответы на вопросы о том, как разлагается пластик. Награждение состоялось в школе номер 19. Наши победители, они, помимо того, что получили сертификат, данный сертификат является, можно так сказать, этой маленькой копилкой в их будущее. Это один балл к ЕГЭ для поступления в ВУЗы. Победители ЭКО-урока – настоящие экоактивисты. Ребята отметили, что прослушать лекцию о переработке отходов было весьма полезно и интересно. Мы ходим в магазины, не покупая пластиковые пакеты и так далее. То есть берем свои нетканные, которые могут потом разложиться. Я узнал еще больше о переработке мусора и то, как можно бороться с экологическими проблемами. Пришлось постараться во время непосредственного урока усваивать информацию. На самом деле это очень полезно, хочется сказать об этом. Я очень рад, что такие экологические уроки очень часто проходят в нашей школе. Мне кажется, это был очень интересный урок, потому что мне очень понравилась презентация и именно сама форма проведения. То есть это был не просто какой-то тест, который нас привели в класс и дали бумажки. Нам сначала рассказали про этот проект и сразу же разрешили сделать тестирование. Стоит отметить, многие школьники состоят в ЭКО-отрядах и могут дать совет о том, как беречь окружающую среду не только сверстнику, но и взрослому. В образовательных учреждениях городского округа в целом активно ведется работа по экологическому воспитанию. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.